Сегодня мы с вами поговорим немножко про 18-ю страницу трактата Таанит. Здесь, в самом конце страницы, начинается новый перик. И я сделаю некое предисловие к этому перику, но прежде чем начать, я хотел сказать пару слов о конце предыдущей главы. У нас обсуждается в том числе вот так называемый день Трояновса. Это, без сомнения, имеется в виду император Троян. И я уже рассказывал в другом месте, мы немножко говорили с вами, когда обсуждали трактат Сука, что у нас немало есть в разных Агадах отписок переписчика. Из-за этого так сложно изучать еврейскую историю, что, во-первых, и без того это все в стиле Агады, то есть как-то коротко, какими-то отдельными утверждениями в разных местах, в Талмуде, в Медрашах. Так еще и вдобавок есть ошибки переписчика. Вот мы видели пример в трактате Сука, что там вместо Трояна упоминался Александр. А больше почти ничего не было сказано. Просто сказано было, что Александрию, еврейскую общину Александрию, уничтожил у нас Кирс Александр, но это, конечно, был император Троян, Трейджан по-английски. И это было в так называемую Вторую Иудейскую войну. Так назвали это не евреи, так историки это сегодня называют. И, кстати, в русский Талмуде сохранилось правильно Гирсов, что это было во время Трояна, конечно, а не Александра. Александр, имеется в виду, видимо, Александр Македонский, как это может быть, да, во время Александра Македонского. Он, наоборот, во время построили, да, назвали город его именем. Но много лет после, когда евреи жили в этой общине, они были уничтожены, и в том числе в других местах была так называемая Вторая Иудейская война. Это было между разрушением храма и восстанием Баркохбы. Первая и третья, они хорошо известны. Первая это то, что привело к разрушению храма. Вторая вот это во время Трояна. А третья во время Адриана, следующего императора Рима, когда евреи попытались получить независимость на Святой Земле во время Баркохбы. Так вот именно средняя вот эта Вторая война, она меньше всего нам известна, потому что в разных источниках только отдельные крупицы информации, да еще и снабжены, довольно-таки богато снабжены ошибками переписчика. Вот наш пример тоже. Это одно из мест, где Гемора упоминает что-то про этот период времени, так называемый день, когда они установили. Это же было у них, как мы уже обсуждали, вот как здесь обсуждает Гемора в том числе, про Мигилотонит. Список, да, был специальный свиток, в котором был список дней, когда нельзя поститься. Потому что это были полупраздничные дни, когда что-то хорошее произошло. И позже, как мы уже рассказывали, в трактате Рошана мы это обсуждали, позже этот Мигилотонит, Батла, как говорится, больше к нам не относится. Только в Хануку и в Пурим нельзя поститься. Но было раньше много дней, в том числе был некий день Троянуса. Вот. Он был немножко перед Пуримом. Сначала был день Никанор перед самым Пуримом, а еще до него был так называемый день Троянуса. Так вот, что именно там произошло? Тут упоминаются имена каких-то двух людей, Папус и Лилиянус, которые упомянуты в других местах тоже. И согласно нашей гирсе, они погибли во время, когда хотел их уничтожить, этот Троянус, и они сказали, что в любом случае, если Всевышнему мы заслужили смерть, то мы и так, и так погибнем. Так вот, в других гирсах и в других метражах приводится, что они таки не погибли. А убит был сам человек, который хотел их уничтожить. Который тоже, кстати, был не сам Троянус, а его посланник, как часто Хазали использует выражение, посланника человека называют самим человеком. Был такой... Вот он как раз и был тем самым, кто основные... Основную резню евреев устроил во время Второй Иудейской войны, так называемой. Там основная акция была вне земли Израиля. И многие общины были вырезаны. В том числе вот в Египте, и на Кипре, кажется, и в каких-то местах сегодняшней Либии. И вот позже, по приказу следующего императора Адриана, он был убит. Этот посланник Трояна, который перерезал столько евреев. Вот в том числе, согласно другим гирсам, папа Салерианец продолжает жить. Здесь, кстати, из стандартных комментаторов в самом конце обычно напечатан такой по ним Яфот, мудрец из Белоруссии, который очень много собирал вместе разных, вот, когда есть источники, в Бавилонском Талмуде, в Русалинском Талмуде, в Медрашах, если есть какие-то различия, или наоборот, что-то проливает свет одно, один из источников на другое, то он обычно такие вещи приводит. Если вы хотите знать на странице Талмуда, где еще упоминается, похоже, вне Бавилонском Талмуде, но в других источниках Азальта. Вот нужно смотреть туда. И вот он тоже приводит, что из разных источников выглядят такие, что они убиты не были, эти Папас и Лилиагас. Так может быть, они и были среди тех людей, которые в том числе участвовали в этом восстании. Хотя это не очевидно. Вот. Но Дарот Аришоним был такой мудрец, около ста лет назад он писал свои книги, и он очень подробно пытался разобраться с правильной гирсой, и вот пытаться как-то восстановить еврейскую историю всего, что мы знаем. Он подробно очень обсуждает этот вопрос, что здесь точно произошло, но я сейчас оставаться в это больше не буду, я просто хотел ваше внимание обратить, что здесь есть Агада, которая, видимо, снабжена какими-то ошибками переписчика, но, тем не менее, что-то, вот эта крупица информации, которые остались у нас про вот это второе восстание, про вторую войну, в основном евреи защищались, но так как еврейский источник почти не сохранился про эту войну, то не евреи их описали как наоборот, как будто мы зачинщиками этого восстания были. Да, это же даже не было на земле Израиля, мы просто защищались от тех, кто пытался нас вырезать. Вот, значит, следующий перик, третий перик из тракта Татани, всего в тракта Татани 4, как я уже рассказывал, главы, и вот третья глава, она очень хорошо известна, ее часто очень цитируют, как глава, где очень много разных историй про праведников. Она считается центральной главой вообще во всем Талмуде, где вот очень много историй про праведников, когда Всевышний делает чудеса для своих праведников. И тут я хочу сделать оговорку очень важную, с точки зрения еврейских ашкафов вообще. Заметьте, что идаизм не базируется, это не религия, которая базируется на каких-то харизматичных personalities, как говорят по-английски, да, charismatic personalities, из каких-то харизматичных людях, которые там особо, да, вот, были известны, как многие религии на этом обычно основаны. В иудаизме как раз наоборот. Мы учим часто, и очень много Агад описывают, что и великие мудрецы тоже были людьми, у которых была ее царгара, и были испытания, да. Вот представьте себе, сегодня во многих общинах очень редко могут сказать что-то подобное тому, на что готов был Талмуд. Представьте себе, что вот рассказали бы про какого-то великого мудреца, допустим, Рошь Ешива, да, глава Ешивы, который однажды видел красивую женщину, и настолько она его привлекла, что он попытался там ее уговорить с ним быть, но потом в последний момент удержался. Такого мы никогда сегодня не рассказали, если бы эта история произошла. Да, сегодня как раз в некоторых кругах, да, принято из раввинов делать своего рода беспорочных, никогда невинных, да, людей, которые никогда не ошибаются, никогда у них нет, практически не видно даже, где их ест, а хара. Но наши мудрецы Талмуда совершенно не имели никаких проблем с этим, и тем более Танах, да, Библия постоянно критиковала величайших исправедников, у всех у них были ошибки, и никто из них не был безгрешен. И есть история, например, в конце Кедушина, как действительно величайший из раввинов побежали за женщиной какой-то, да, но потом остановились, но, во всяком случае, испытание было. Вот, даже Хазарь трактует про Иосифа. Ну, недавно мы как раз вот эти главы читали, да, сейчас читаем про историю с Иосифом. Его же тоже хотелось облазнить жена его господина, он выдержал испытание. Но есть среди мудрецов Талмуда те, кто считали, что он почти был готов с ней иметь отношение. В последний момент удержался. Представляете? Я же не говорю про то, что описано про Рубина и про других, про Игуду и Тамар. То есть Тора не стесняется, и также Хазарь не стеснялись описывать даже праведников, как людей, которые могут ошибиться и могут согрешить, да, Давид согрешил с Батшевой. На каком бы уровне ни было этот грех, есть диспут среди самих Хазарь, что именно там произошло. Но, во всяком случае, он сделал что-то плохое, и Танаха-то не скрывает. Вот, поэтому это скорее необычно, то, что вот в нашем перике будет много разных историй про великих праведников, которым Всевышний делал чудеса. Обычно у нас иудаизм на это не базируется. Более того, Рабихайм Изложина, который, конечно, был учеником Винницкого Гауна, вот тогда как раз появилась, да, была самая, так сказать, сила движения хасидизма, и очень привлекала многих. И многие люди рассказывали, как их ребяте, вот такие чудеса или другие чудеса в хасидизме, это играло большую роль. Так вот, Рабихайм Изложина просто смеялся над этим и говорил, что праведника не делает правед... То, что он делает чудеса, не делает его праведником. И что есть истории в Талмуде, где описывается наоборот, что если человеку сделано чудо, то это может быть потому, что Всевышний решил, что он не заслужил, так сказать, обычным образом, чтобы ему помощь была, поэтому пришлось ему сделать чудо, чтобы он признал, что Всевышний ему помог. Такое тоже есть в Талмуде в трактате Шаббата. То есть говорит Рабихайм Изложина, что само по себе чудо, это еще не значит, что человек великий праведник. Бывает даже наоборот. Но когда человек действительно известен как праведник, как великий мудрец, то тогда, если так же для него совершаются чудеса, это может быть дополнительный плюс для него, показывает, какой он великий праведник, что даже Всевышний сделал ему чудо или несколько чудес. И вот это те истории, которые мы позже увидим. Но тут тоже нужно знать, я уже говорил про гирсы, про то, что не всегда у нас правильные гирсы сохранились. Мы позже увидим, что здесь тоже некоторые из этих историй есть большие вопросы насчет того, были ли они вообще частью Талмуда, или это какие-то легенды, которые потом уже при переписке попали в Талмуд. Простой пример мы увидим позже на несколько страниц дальше. Там будет история Рабиханина Бендоса, который, Аршаг говорит, что они вообще не были частью Талмуда. Мы это видим из коллекции, называемой Эйн-Яков. Это коллекция Агат. И там этого нет. И наоборот, тот, кто собрал эти коллекции, внизу пишет, что некоторые интерпретируют, что так было дело. А у нас это прямо в Талмуде. В другом месте про Нахумыш Гамзу описывается, что его называли Гамзу, потому что она все говорит Гамзу-Литова. Это все к хорошему. Но некоторые решения приводят, что по другой причине его называли так, и что он был из города Гимзо. Опять же, если бы это было у них в Талмуде, в их гирсе, то как можно спорить с Талмудом? Но в том-то и дело, что это потом попало в Талмуд. То есть я хочу сказать, что еще многие из этих историй нужно знать, откуда они пришли и когда они пришли. Мы еще не знаем точно. Многие из Тихогат, сравнительно недавно, можно сказать, что такое, если во время, когда собирал еще Эйн-Яков, это 500 лет назад примерно, уже тогда, еще тогда не было в версиях Талмуда, не было истории, которые сейчас у нас есть. Представляете, то есть сравнительно недавно уже, можно сказать, попала в Талмуд какая-то история, целая, так сказать, ну не полстраницы, но во всяком случае, большой параграф довольно попал в Талмуд, который не был частью Талмуда. Просто какая-то история, какая-то легенда, которая где-то сохранилась, потом попала у нас в текст Талмуда. Поэтому я хочу сказать, что нужно очень быть осторожным в отношении всех этих историй про чудеса, что, во-первых, нужно знать правильно, действительно астентична ли эта история, и что не преувеличение это не произошло во сне или что-нибудь такое, как Гаоним часто интерпретирует совсем уж странные места в Талмуде, что, может, это во сне было. Но даже если мы примем буквально какие-то из этих историй, то нужно знать, что это не главное, на этом мудаизме не базируется. Мы не потому соблюдаем заповеди и верим в Тору, что какие-то были праведники, для которых были чудеса. Есть такие праведники, и, на самом случае, есть люди, у которых совершаются им чудеса, не обязательно, что это доказывает что-то. Вот то, что я хотел сказать, как предисловие к нашей главе, но начинается глава без... Да, она позже перейдет. Тут опять сделали то же самое из тех, кто печатали эту главу, что и сделали в предыдущей главе и в следующей тоже. А именно все Мишны поместили в одну... в один параграф большой, да, в одну страницу фактически, а потом уже будут все комментарии к Мишне отдельно, да, где вся гемора. То есть вот то же самое произойдет. В основном, основная часть Мишна йод будет на следующей странице, на девятнадцатой. Вот на нашей восемнадцатой, начало первых Мишна йод напечатано, и вот тут обсуждается, что все эти посты, о которых мы говорили, и все, что мы обсуждали до сих пор, это когда нет дождя сначала. Но если дождь пошел, а потом перестал идти, или если есть какие-то другие проблемы с урожаем, то есть видно, что что-то не то происходит, и уже не вырастет нормальный урожай, то они сразу начинали поститься, и не ждали никаких недель. Вот все времена, которые были упомянуты, это все, если дождя просто сначала не было. Но еще хуже, если дождь сначала пошел, а потом не идет больше, или что-нибудь в этом роде. Вот. И также будут обсуждаться другие случаи, когда они постились, и потрубили в шафар. Есть же много случаев несчастья. Дождь была одной из наиболее частых, когда засуха, но бывало и другие ситуации, когда приходилось поститься, например, мор, да, и многое другое, как еще будет обсуждаться. И на сегодня мы на этом закончим. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok